Девушки отдыхают О, вижу, ты без труда нашел заветный домик. Собственно, неудивительно, среди деревянных сооружений этот особняк и сегодня смотрится шикарно. А при династии Романовых и вовсе слыл дворцом, который на собственные средства построил потомственный почетный гражданин города Тюмени Филимон Степанович Калмогоров. А давай-ка прогуляемся по его хоромам. Ты мне немножко подожди, но пуфики посиди. А я с нынешним обитателем особняка, с центром старской культуры, договорюсь прогуляться по зданию. Субтитры создавал DimaTorzok с самыми светлыми умами современности. И был семи пядей во лбу. Как результат, приличное состояние, которое он оставил потомкам. Но обо всем по порядку. Можно сказать, Калмодорому повезло с предками. Он родился в 1826 году в семье кожевенников, которые к моменту появления его на свет уже несколько десятилетий занимались выделкой кожи. А Филимон Степанович, имея предпринимательские способности, капитал запреумножил. И уже в 22 года получил звание купца третьей гильдии. А позже и первой. Говорят, этому способствовала поездка Калмогорова в отдаленные татарские юрты, где он чай с местными князьями пил, дружбу заводил и договорился о поставках дешевой кожи на свое предприятие. А одновременно завел связи и в столице. На поставку готовых изделий он входил в пятерку крупнейших промышленников России. А жители города называли его кожевенным королем. Купец-то не только бизнесом занимался. Несколько раз взбирался в гласные местные думы. А с 1867 по 69 годы был городским головой, то бишь мэром. А еще способствовал возведению через Туру на плавного моста. И помогал жителям. Да много чего еще делал. Именно за заслуги перед обществом в 1883 году его признали почетным гражданином города Тюмени. Наверное, он вот так можно уйдет. Да вряд ли, вряд ли. Это же девчонки обычно выделываются. Ах, все было хорошо у Кожевного края. Хотя кого я обманываю. Проблемы у него были со снохой. Один из сыновей Калмагорова Александр Филимонович женился на советской львице. Ой, ну уж не настолько Надежда Лухманова голосиста была. Хотя, да, язык за зубами не держала. А местная знать и до свекли своем нелестно отзывалась. А после развода с сыном Калмагорова, питерская писательница книжку написала. Имена в ней изменила, но тюменцы все равно главных героев узнавали. И по углам обсуждали. Ой, это моя книжка, я ее сейчас читаю. Ты лучше в библиотеку обратись. Там издание Надежды Лухмановой тоже имеется. Может, эти пересуды, а еще боль за судьбу сына, подорвали здоровье Кожевного короля. В 1893 году Филимон Степанович умирал. Душа купца давно покоится с миром. И даже известно место его захоронения на Парфеновском кладбище. Кстати, сохранилось надгробие. Так что можешь как-нибудь прогуляться, посмотреть? Ну, как знаешь. Что касается здания, то у него в начале 20 века, как и у Кожевиного завода, появился новый владелец Василий Собейников. А после установления советской власти здесь разместился клуб для тюменской молодежи. Кстати, тут и сейчас клубятся. Культурой мусульман занимаются. И помнят о купеческом наследии. Понравились прогулки во времени? Договорились, через неделю я покажу тебе новое старое место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова